This conference will now be recorded. Но учесть, например, в жизненных ситуациях и в деловых, и в жизненных ситуациях. Поэтому надеюсь, что мастер-класс будет интересен абсолютно всем, кто к нам подключился и кто будет слушать этот вебинар в записи. Я думаю, что у каждого из нас бывают ситуации, когда мы разговариваем с другими людьми, неважно, кто это, близкий человек или подчиненный, или руководитель. И вот создается такое впечатление, что мы разговариваем на разных языках. Вроде бы все говорят по-русски, но вот что-то такое происходит, и мы не совсем понимаем, почему человек именно так себя ведет. Или по-другому можно сказать, что такое ощущение, что общение происходит в разных плоскостях. Мы как бы вот на одной плоскости, а наш собеседник в какой-то другой плоскости. И возникает вопрос, а что делать в этой ситуации, потому что явно конфликтная ситуация. Я не понимаю, что он говорит, я не понимаю, почему он так говорит, он не понимает, почему я так говорю. Вопрос, либо подстроиться от собеседника, тут могут быть какие-то негативные последствия при подстройке. Человек подумает, что мы идем ему на уступки, и тем более, если это подчиненный, и может как-то неадекватно себя вести. Или что-то другое нужно делать. Вот именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Мы попробуем выяснить, почему так происходит и в жизни, и в работе, и какие есть выходы из такого положения, как лучше себя позиционировать. Напомню, что нашему центру в этом году исполняется 30 лет. У нас более миллиона выпускников, и все преподаватели практики, эксперты, у нас тоже много, более 250 преподавателей. Одним из преподавателей являюсь я, меня зовут Ольга Юрьевна, фамилия Светлыша. Я член Национального союза кадровиков, сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента, кандидат юридических наук. Базовое образование у меня педагогическое, 10 лет преподавала на кафедре в высшем учебном заведении, и потом наступил кризис жанра, и я сменила профессию. Ушла в HR, HR – это Human Resources, человеческие ресурсы, окончив годичные курсы при МГУ имени Ломоносова, я выросла в HR с рекрутера до директора по персоналу. На сегодняшний день я работаю в центре, в нашем центре, преподаю уже 12 лет, и пришла сюда тоже директором по персоналу. Потом пламенько опять перетекла в преподавание, вспомнила свои первые профессии. Веду я полную линейку курсов по управлению персоналом, в том числе курс, касающийся управления командой проекта. И вот сегодняшний вебинар, собственно, мы посвящаем именно этому направлению и адресуем в первую очередь руководителям и менеджерам проекта. Также я консультирую слушателей по разным вопросам, касающимся HR и управления персоналом. Публикую статьи в различных профессиональных журналах, на специализированных сайтах. Возможно, вы встречались с моими статьями. На моей странице, кстати, на нашем сайте специалист.ру, мои статьи тоже есть, и вы можете их посмотреть. Мои контакты сейчас на экране. Презентация будет выложена в личном кабинете, и вы сможете воспользоваться моими контактами. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите мне, пожалуйста. Это ссылка на мою страницу, где размещены не только мои статьи по разным направлениям, но и видео, которые мы записываем, там же тоже размещаем для вас. В социальных сетях мы можем с вами также общаться. Чаще всего я бываю на Facebook и ВКонтакте, хотя мои профили есть практически во всех популярных социальных сетях. И Instagram, и Telegram, и Одноклассники, поэтому где вам удобно, приходите, будем дружить, общаться, всегда рада общению. Обучение в нашем центре, я вообще очень горжусь тем, что уже 13-й год, в этом году 13 лет исполнится, что я работаю именно в этом центре, потому что у нас очень много преимуществ, и мне не стыдно за наш продукт. Это я горжусь своей организацией и всем всегда рекомендую. У нас, например, есть гарантия качества. Мы, конечно же, гарантируем результат. Я как преподаватель тоже гарантирую, если слушатель все выполняет, работает активно, конечно, он обязательно получит то, что ему необходимо. Кстати, мы всегда спрашиваем об ожиданиях, когда у нас идет какой-то курс, мы всегда вначале знакомимся и спрашиваем, какие ожидания от курса, что вы хотите получить. И если это даже не входит в программу курса, ну, я во всяком случае, мои коллеги, многие, я знаю, делают все, чтобы нашим слушателям дополнительную информацию предоставить, проконсультировать, помочь и так далее. Также у нас есть гарантия сохранения средств организации. Расписание составляется на год вперед, поэтому и я знаю свое расписание, и вы можете составить список курсов так, как вам удобно, используя уже готовое расписание. У нас есть также гарантия безопасности, у нас охрана, пропускная система, все по-взрослому. Вот, поэтому всегда приглашаю и буду рада вас видеть не только по вебинару, общаться с вами, но и очно. Итак, о чем же мы будем сегодня говорить в нашем мастер-классе? Причем мне бы хотелось, чтобы мы так активно поработали, я буду задавать вопросы, мне бы хотелось получить от вас обратную связь, вот, потому что так будет как-то живее и понятнее. Тема «Три психологические роли руководителя проекта. Какую выбрать?» Почему именно три? Потому что я в основу нашего сегодняшнего мастер-класса взяла одну из теорий, которые замечательно работают на практике. Мы сегодня тоже посмотрим, как это работает. Вот, и там как раз три основных психологические роли. Что мы узнаем? Мы узнаем, какие психологические роли может исполнять менеджер проекта. А может быть, вы уже их исполняете, скорее всего, так, но не обращали на это внимания. Ну, просто делаю и делаю, что называется, да? Не всегда понимаю, почему я именно так поступаю. Мы попробуем определить, как определить роль подчиненного, какую роль он выполняет здесь и сейчас, и как использовать эти роли, когда мы уже будем знать, какую роль я выполняю, какую подчиненный. Вот как их вместе совместить для того, чтобы это было эффективное общение, чтобы не было вот этого ощущения конфликта, что мы друг друга не понимаем, мы разговариваем на разных атыках и так далее. Вот такие у нас задачи сегодня стоят на ближайшее время. Если возникнут вопросы, то, естественно, задавайте, обязательно буду отвечать. Итак, первый вопрос мне бы хотелось адресовать нашим слушателям и минаристам. А вопрос следующий. Если да, если вы отвечаете на вопрос да, поставьте, пожалуйста, плюс. Если нет, поставьте, пожалуйста, минус. Вопрос такой. Бывает ли с вами такое, что вы кого-то получаете, даете советы, рекомендации? Это может быть на работе вы получаете, да, как эксперт. А может быть во взаимоотношении с друзьями, со своими, с близкими. Да, вот я вижу плюсы, плюсы, плюсы. Так, хорошо, спасибо. Я тоже плюсую, потому что я тоже люблю давать советы и рекомендации. Хорошо, тогда следующий вопрос. Бывает ли с вами такое, что вы проводите серьезные деловые переговоры и убеждаете других в своем мнении? То есть вы оказываете влияние, к вам прислушиваются, вы можете кого-то в чем-то убедить. Напишите, пожалуйста, плюс, если да, такое бывало, и минус, если не получается у меня убедить другого в чем-то. Это серьезные деловые переговоры. Плюс-минус. Ну, в основном плюсы я вижу, да, в основном тоже. Молодцы. Это хороший показатель, плюс-минус. Хорошо, спасибо. Ну и третий вопрос. Бывало ли с вами такое, что вы капризничаете или вам хочется покапризничать? Требуйте к себе повышенного внимания. Ну, понятно, что не совсем как дети капризничают, но все равно. Вот что-то там такое делаете, какие-то вопросы, какой-то тон у вас такой капризный. Нет, нет, вижу минусы. Нет, с нами такого не бывает. Никогда. Да, даже дома, даже с близкими. Нет, пока вижу одни минусы. Все открещиваются. Так, ну, так, спасибо. Дома бывает. Спасибо, Маргарита, за ваш ответ, потому что я тоже поставил... Екатерина, спасибо, тоже плюс. Я тоже поставил бы плюс, потому что, когда человек не очень хорошо себя чувствует, или вот погода меняется, или, ну, просто человек устал, ну, бывает. Емель пишет, что дома – это другой мир. Абсолютно верно. Не надо путать деловые отношения с домашними. Но я сейчас задаю вопрос вообще, в широком смысле этого слова. Потому что психологические роли, о которых мы будем говорить, они применимы не только в работе, но и в неформальных общениях. Поэтому я думаю, что многие из нас, ну, позволяют себе небольшие капризы. Может быть, за исключением только некоторой категории мужчин, которые такие вот очень серьезные и, конечно, не могут себе этого позволить. А девушки, наверное, могут позволить, да? Да. Алексей пишет, что капризы – это метод манипуляции. В этом есть доля правды. Но я вам больше скажу, что и когда человек проводит серьезные переговоры, вот во втором случае, и убеждает других в чем-то, это ведь тоже часть манипуляции. Или, например, когда мы получаем кого-то, мы ведь тоже манипулируем. То есть мы хотим, чтобы человек поступал именно так, а не иначе. То есть фактически здесь везде есть такое начало манипуляции. Хорошо. Итак, мы ответили на три вопроса. А теперь давайте подумаем вот о чем. Какое состояние вам ближе? Первое, второе или третье? Напишите, пожалуйста, цифру. В каком состоянии вы чаще всего пребываете? В первом, во втором или в третьем? Я, честно говоря, догадываюсь, каких ответов будет больше. Так, опс, нет, я просчиталась. Я, честно говоря, думала, что... Да, спасибо, отвечайте пока. Но вот статистика у нас не в мою пользу. Я ошиблась. Больше единиц я вижу. И две двойки вижу. Я, честно говоря, думала, что будет больше двоек. Потому что людям свойственно давать социально ожидаемые ответы. А все-таки второй ответ, он такой, наверное, тем более для деловых людей, более приемлемый. Что мы проводим серьезные переговоры деловые, убеждаем других в своем мнении. Но я вижу, что у вас честные ответы. Мне это нравится. И большинство выбрало все-таки первый вариант. То есть чаще всего мы кого-то получаем. Ну, и иногда все-таки деловой тон тоже принимаем. Третий вопрос никто не выбрал. Ну, хорошо, ладно. Так вот, о чем идет речь? Если кто-то догадался, напишите, о каких ролях идет речь. Перед нами фотография человека, который придумал эту методику. И не просто придумал, он ее разработал, эту теорию. Его зовут Эрик Берн. Он написал несколько книг, в том числе самые популярные книги. Это игры, в которые играют люди или люди, которые играют в игры. Это очень интересные книги. Кстати, рекомендую вам почитать, особенно после нашего вебинара, если вы никогда не сталкивались с этой теорией, с его. Я думаю, что вам будет интересно более подробно погрузиться и прочитать это все. Что сделал Эрик Берн? Путем исследований определенных наблюдений, бесед, он выявил, что есть три роли. Родитель, взрослый и дитя. И как вы видите, каждый человек может надевать эту роль на себя, эту маску. Мы выяснили, что да, так она и есть. И здесь каждая роль соответствует какому-то поведению определенному. Ну, допустим, родительская роль – это всех опекать, контролировать, поучать. Опять же, взрослый человек разговаривает с другим человеком на равных. И поэтому чаще всего он представляет собой, эта роль представляет собой такого делового человека. Ну, а дитя капризное, милое дитя с манипуляциями, как вы тоже об этом говорили, может позволить себе и покапризничать, и потребовать повышенного внимания. Итак, каждый из нас в тот или иной момент, как правило, выполняет какую-то одну из этих ролей. Ну, чаще всего выбирает, как вот мы выяснили по нашей аудитории, родительскую роль. Иногда взрослого. Дитем никто не хочет быть. Таким образом, давайте еще раз посмотрим. У нас есть родитель, в нас живут все эти три роли – ограничивающие или поддерживающие. И для родителя самые главные, основные слова – это надо или не надо, или должен. И вот если вы наблюдаете за собой и часто в своем лексиконе слышите от себя или от другого человека вот эти слова – ты должен, ты не должен, ты обязан, надо, не надо, что-то серьезное – это, скорее всего, роль взрослого. Человек надевает на себя именно эту маску. Здесь у нас предписание, запреты, стандарты, оценки, поощрение, разрешение. Как выглядит взрослый? Это самостоятельно, уверенный в себе человек. И он работает и действует на уровне «могу и сделаю». Могу и сделаю. То есть, возможно, это надо, возможно, это не надо. Но здесь человек берет на себя ответственность. Не других контролирует, а берет на себя ответственность. Что я могу сделать в этой ситуации? У него осознанный выбор. Он работает с информацией и у него повышенное чувство ответственности. Печальный родитель, он серьезный, я бы сказала. Печальный другой. Печальный, вот, наверное, дитя. Причем дитя может быть как несчастная жертва. Вот меня все обижают, я такой капризный. А может быть творческий или даже небольшой хулиган. Творческий малыш или даже такой капризный хулиган. Роль дитя действует на уровне «хочу и все». Вот это эмоции. Я хочу, я так хочу. Это эмоции, это потребность, это желание, это фантазии. И манипуляция в том числе, кстати. Вы правильно заметили. Таким образом, Эрик Берн выделил вот эти три основные роли. И давайте посмотрим, как это будет работать на примерах. Итак, у нас есть три роли. Вот они. И мы разберем сейчас кейс. Представим себе, что мы менеджеры проекта. У нас есть проект, который заканчивается. И нам надо предоставить отчетность по первому этапу проекта. И если это, например, не сделано, то вопрос, как будет себя вести тот или иной менеджер проекта, если он будет выполнять одну из этих ролей. Давайте попробуем определить роль менеджера проекта по приведенным фразам. Сейчас на экране появятся фразы, а я вас попрошу написать в чате первую букву. Если вы считаете, что это роль родителя, букву «Р». Если «В» – взрослого, «В». Если дитя – буква «Д». Итак, кто себя так будет вести, кто будет так отвечать? Менеджер проекта обращается к подчиненному. «Я не получил от вас отчета по первому этапу. Когда сможете предоставить?» Как вы считаете, вот кто может из них произвести эту фразу? Да, хорошо, Анна. Так, тут мнения немного разделились, но в основном за взрослого. Конечно, это взрослый. То есть он констатирует факт взрослый. «Я не получила от вас отчета, когда вы сможете предоставить». Это разговор взрослого человека. Вторая фраза, другой, другая роль. «Вы мне лучше скажите, когда начнете вовремя предоставлять разумительные отчеты». Это кто говорит? Ага. «Какую роль выполняет менеджер проекта, который вот таким тоном и такой фразой обращается к подчинению?» Конечно, родитель. Молодцы. Все прям единогласно правильно определили. Следующее. «Ну, когда я получу от вас отчет?» «Все сроки прошли?» «Ну, что я скажу руководству?» Кто такую фразу может произнести? «Какая роль?» Ну, правильно, молодцы. Ребенок, конечно. Дитя. Дитя, капризное дитя. Ну, что ж такое, вы обижаете меня. Ну, и еще. «Вас не учили вставлять задачи по приоритету?» Отчета по первому этапу до сих пор нет. Это кто? Ага. Вижу, вижу ответы. Конечно, это родители. Молодцы, супер. Вы прям молодцы. Вы четко разделяете роли. Супер. Итак, мы определили роли менеджера проекта. А теперь попробуем то же самое упражнение сделать с подчиненными. Ведь подчиненные тоже могут какую-то роль выбирать. Итак, как определить роль подчиненного? Тот же самый кейс «Предоставление отчетности по первому этапу» задает вопрос, «Почему не выполнили?» И вот, пожалуйста, ответ. Первый. «Да ладно, вы же знаете, что написать отчет 10 минут сделаю». Как вы думаете, кто так отвечает? Угу, угу, угу. Ну, вижу ваши ответы. Немного разделились, но в основном правильный ответ, конечно, дитя. Ну, что ты там? Сейчас мы быстренько все это сделаем. Игривое такое настроение, да? Следующее. Вы понимаете, что завалили меня срочными делами и хотите, чтобы я все бросил и занимался отчетами? Кто так говорит? Какая это роль? Да, это родитель, правильно. Это родитель. То есть он нас еще и поучает. Сам не сделал отчет и нам же говорит, что мы виноваты. То есть ответственность еще и на нас возлагает. Дальше. Я сделал отчет, закончил проверку и в течение часа отправлю вам. Кто так отвечает? Ага, взрослый, конечно. Конечно, это деловая фраза, деловые отношения и четкость ответа, да? Что да, я сделал, сейчас проверю и даже определили время. Методика SMART тут даже работает. Ну и еще четвертый. Я еще прошлую задачу, которую вы мне скинули, не делал. Можно попросить их подождать? Кто так говорит. Дитя, дитя, дитя. Смотрите, вот когда ребенок отвечает, он говорит как бы с позиции снизу. А здесь человек говорит, я еще прошлую задачу, которую вы мне скинули, вы мне скинули, не доделал. И потом опять претензии к руководителю, можно попросить их подождать, но вы еще и виноваты в том, что вы не можете никак договориться с заказчиком. Конечно, конечно. Вот здесь говорит родитель, он как бы обвиняет нас. Дети могут капризничать, дети могут играть, вот игривое такое. А родитель, он как бы пытается нас еще и поучать, ну типа того, что вы менеджер проекта и не можете прям с этой ситуацией справиться. Что это такое? Ну, это родитель, конечно. Теперь делаем следующее. Значит, мы с вами видим, что и руководители, и подчиненные могут исполнять разные роли. Как их определить? Ну, просто нужно потренироваться, но вот у вас хорошо получилось с первого раза, и я прям очень-очень довольна вашими ответами. Теперь давайте посмотрим, где кроется конфликт вот в этих отношениях. Как себя вести для того, чтобы не было этого конфликта. Давайте мы сейчас объединим эти роли, роли руководителя, роли подчиненного и определим оптимальные отношения. Эрик Бэрн это называл транзакциями, транзакциями. То есть вот эти вот взаимоотношения между ролями – это транзакции. Значит, у нас есть руководитель и подчиненные. Как вы считаете, а какая транзакция будет оптимальной? Вы можете две буквы написать, ну, допустим, там родители, взрослые или взрослые, дитя, ну, по одной букве там В, Д или Д, Р и так далее. Так, родитель, дитя, взрослый, 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 взрослый. Спасибо. Какие еще варианты? Большинство выбирает взрослый, взрослый, хотя есть и другие варианты. Например, взрослый и дитя. Родитель и дитя, взрослый и взрослый. Хорошо, спасибо. Спасибо. Взрослый, взрослый, родитель, дитя. Супер. Ну, на самом деле, это параллельные транзакции. И когда родитель общается с родителем, они разговаривают, как правило, на одном языке. Ну, вот они собираются и начинают обсуждать тех самых своих детишек, знаете, когда в песочнице, в песочнице мама собирается и начинает обсуждать воспитание, моменты и так далее, так далее. Они, как правило, друг друга понимают, они разговаривают на одном языке. Взрослый, взрослый тоже понимают друг друга, потому что здесь в основном не эмоциональные отношения, в основном здесь факты, аргументы и так далее. И дети, когда играют, они тоже могут найти язык друг с другом. Поэтому вот эти транзакции, они самые-самые считаются оптимальными. У родителей это совместимость, у взрослых между собой сотрудничество, а у детей близость, просто эмоциональная близость. Мне с тобой хорошо, мне с тобой приятно. Здесь я тебя прекрасно понимаю, у меня у самого такие проблемы. Здесь факты, аргументы, ну а здесь давайте вместе поплачем или посмеемся. Но есть еще две транзакции, которые тоже могут быть неконфликтными. Вот такие. И вы тоже об этом написали и абсолютно правы, потому что здесь речь идет о заботе. Например, когда взрослый обращается с высоты своего опыта жизненного и так далее к дитю, то подчиненный начинает играть роль ребенка, и тут все нормально. Мы же хотим увидеть в нем ребенка. Мы его отчитываем, он извиняется, я так больше не буду, все нормально. Та же самая история, когда руководитель занимает позицию, предположим, дитя и как бы просит защиту у родителя. Он говорит, ну вот сейчас меня будут ругать за то, что мы не предоставили вовремя отчет, а родители его как бы успокаивают. Ну ладно, все будет хорошо, давайте сейчас вместе сядем и так далее. То есть вот здесь требуется забота. Такие транзакции, они тоже не будут конфликтными. Конфликтными будут транзакции, когда... Сейчас мы посмотрим. А, ну вот давайте сначала определим, да, кейс, а потом посмотрим еще конфликт. Итак, кейс опоздания на работу. Давайте попробуем определить по приведенным фразам, к кому обращается менеджер проекта. То есть сначала мы определили, как будет себя вести менеджер проекта в разных ролях, как будет вести себя подчиненный в разных ролях, а теперь мы это совместим. Итак, менеджер проекта к кому обращается, то есть кого он хочет видеть, когда говорит ему так. Значит, подчиненный опоздал. Что произошло? Почему вы опоздали? Если график неудобный, давайте подумаем, что можно сделать. Ага, так, вижу ответы. Спасибо. Да, это взрослый обращается ко взрослому. Совершенно верно. Посмотрите, здесь все четко по деловому. Во-первых, он поинтересовался, что произошло, да, причина опоздания. Почему вы опоздали? И тут же предлагает какой-то выход. Вот, если график неудобный, давайте вместе подумаем, то есть к сотрудничеству его призывает, что можно сделать. Эмоций здесь практически нет никаких. Все правильно. То есть, скорее всего, взрослый обращается ко взрослому. Еще один вариант. Значит, опаздывает. И руководитель говорит. Да, график очень неудобный. Сам еле-еле успеваю к началу. Вот, если бы они сами приезжали к этому времени, к кому он обращается в данном случае? Ага. Да, вот вы выбрали Д, дитя. Вы имеете в виду, что менеджер проектов встал на уровень ребенка, дитя и обращается, совершенно верно, к родителю. Видите? Он сам хочет поддержки какой-то. Сам еле, вот он жалуется родителям, сам еле-еле успеваю к началу. Вот, если бы они сами приезжали к этому времени. То есть, менеджер проектов здесь как дитя, а перед ним он хочет видеть родителя. Еще. Ну, ладно, часом раньше, часом позже. Главное, чтобы руководство не заметило. Так говорит руководитель своему подчиненному. К кому он обращается? К кому он обращается? Да, к ребенку, совершенно верно. Он обращается как дитя к дитю. То есть, ну, мы же играем. Давайте спрячемся так, чтобы нас не заметили. То есть, он обращается вот так. Еще. Пожалуйста, постарайтесь приезжать вовремя, иначе у всех будут неприятности. Итак, пожалуйста, постарайтесь приезжать вовремя, иначе у всех будут неприятности. К кому обращаются? К взрослому, конечно, ко взрослому. То есть, мы на определенном уровне объясняем, что если вы не будете приезжать вовремя, мы к вам обращаемся, то у всех будут неприятности и у вас, и у нас, на таком деловом уровне. Ну, давайте еще один пример. Вы опять опоздали. Если не будете меня предупреждать, придется вас лишить премии. К кому обращается сейчас руководитель проекта? Так. Ага. Так, спасибо, вижу ваши ответы. Он встает на позицию родителя, то есть у него психологическая роль родителя. Обращается он с наказанием к кому? Конечно, к ребенку, да, к дитю. Он как бы отчитывает. Ай-яй-яй, как нехорошо, в следующий раз, значит, придется лишить премии. Значит, здесь позиция родителя обращается к дитю. Ну, фактически, вот эти вот транзакции, они не являются конфликтными, да, потому что мы видим, как это происходит. И если подчиненный принимает именно ту роль, которая ожидается от моего проекта, то все будет нормально. А вот если нет, тогда начинается конфликт. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Конфликт будет выглядеть вот так. Если транзакции перекрестные, если родитель обращается, ну, давайте вот так, родитель обращается к подчиненному как к ребенку, а подчиненный ему будет отвечать как взрослый, то в данном случае будет конфликт. Поэтому если родитель обращается как к ребенку, подчиненному тоже желательно подстроиться. Ну и так далее. Вот это будут, да, серьезные конфликты. Теперь вопрос. А какая из этих транзакций самая оптимальная? И когда мы говорили, что параллельные транзакции всегда хороши, и в деловых отношениях мы, конечно, выделяем взрослого. Да, взрослый-взрослый, правильно, Маргарита, согласна с вами. И желательно, чтобы в деловых отношениях мы старались удерживаться вот на этом уровне. Не на родительском, не на детском уровне, хотя это тоже иногда срабатывает, но лучше всего все-таки занимать, выполнять роль взрослого и ожидать от своих подчиненных, и их настраивать, чтобы они тоже в деловых отношениях уже выполняли роль взрослого. Но как это сделать? Давайте посмотрим. Сейчас у нас на картинке появился наш мозг, правое и левое полушария. И ученые говорят, что в какой-то определенный момент времени у человека работает только одно полушарие. И мы переключаемся между левым и правым. Левое отвечает за логику, за мышление, а правое за эмоции и фантазию. Давайте мы еще раз вспомним кейс опоздания и посмотрим, как это выглядит. Если мы говорим об эмоциях, то это роли родителя и детские роли. Это все эмоциональные роли. Я вас отчитываю, или мы с вами играем, и так далее. А вот если роль взрослого, то взрослый всегда работает, как правило, с левым полушарием. Итак, у нас с вами... А, ну вот примеры, давайте посмотрим. Эмоциональные ответы. Другие тоже опаздывают, но они им ничего не говорят. Или вы мне лучше скажите, когда нам премию дадут, а то одни придирки. Работаешь, работаешь, а никто этого не ценит. Один раз задержался, и началось. Вот это все эмоции. Это эмоции. Работать с такими людьми, конечно, трудно на эмоциональном фоне. Это очень энергозатратно. Как будет вести себя взрослый? Например, так. Приношу свои извинения, транспорт подвел, я позвонил, чтобы предупредить. Обратите внимание, мы уже работаем с левым полушарием. Или, извините, понимаю свою вину, больше этого не повторится. Или, я написал объяснение с указанием причины опоздания, я сегодня задержусь, чтобы выполнить все запланированные задания. Ну, я думаю, что любой руководитель хотел бы видеть перед собой именно взрослую позицию, ответственную позицию человека, который признает свои ошибки, берет это все на себя, а не вот эти эмоциональные взрывы. И если у вас такие подчиненные, вам крупно повезло. Но если подчиненных больше вот таких, то есть подчиненные надевают какую-то определенную роль, каким образом можно переключить одно полушарие на другое? Потому что это достаточно гибко, и нам надо перевести из правого в левое полушарие. Вот такая у нас задача. Как перевести собеседника в рациональное мышление? Из эмоций, из эмоционального мышления в рациональное. Очень хорошо работает конкретика, цифры, факты. Может быть, вы слышали о том, что есть такое предложение. Если вы взволнованы или очень переживаете, или гневаетесь, или обижены, перед тем, как дать эту реакцию, посчитайте до 10. Слышали, наверное, да? Так вот, почему именно так можно поступать? Потому что в тот момент, когда мы начинаем считать до 10 или до 20, до 10 мало, хорошо, давайте до 100, Вы, наверное, очень эмоциональный человек, Эмиль, поэтому вам до 10 мало. Считайте до 100. Так вот, как только мы начинаем считать, мы уходим в абстракцию, в рацио, и полушария переключаются. Конкретика, цифры, факты. Например, можно обратиться к подчиненному в случае опоздания, допустим. Посмотрите, пожалуйста, который чат. Что здесь происходит? Человек смотрит на цифры, он видит эти цифры, тут же факт опоздания, тут же цифры какие-то, и он постепенно переключается на рациональное мышление. Или на сколько Вы опоздали? Он начинает переключаться с эмоций, начинает считать, на сколько на 5, на 10 минут, на час, и тоже переключает левый полушарий. Или напишите, пожалуйста, объяснение, и в течение часа передайте мне. То есть даем возможность человеку сосредоточиться, подумать, и сформулировать, опять же сформулировать, не на подсознании работать, а в сознании прям все это сформулировать, какие-то конкретные факты. Или сколько заданий Вам надо выполнить до 18.00? И тоже идет переключение на рацию. Или, например, еще один вопрос, во сколько Вы закончите это задание? Он на эмоциях, а мы ему раз, и какой-то конкретный вопрос. И для того, чтобы сформулировать ответ на этот вопрос, переключение, уход от эмоций. Если Вам интересно узнать на самом деле, какая роль у Вас чаще всего Вы используете, вот у нас был такой опрос в самом начале, ну, вроде бы выбрали первый вариант. У нас большинство роли родителей выполняет, часть роль взрослого, и детей вообще не оказалось. А что же на самом деле? То есть мы так субъективно пока посчитали. А если Вы хотите объективно посчитать, я Вам рекомендую пройти тест. Есть такой тест по транзактному анализу. Вот здесь я Вам оставлю, если хотите, давайте я сейчас скину даже в чат, наверное, да. У Вас будет ссылка на этот тест. Так, сейчас мы скинем в чат. Ссылка будет в презентации на этот тест. Так, секунду. Скопирую, скину. Если кто-то не дает презентации, Вы можете сейчас скопировать из чата. Там определенное количество вопросов. Вы отвечаете на эти вопросы и получаете, вот, все скинуло, получаете диаграмму. У меня диаграмма ровно по всем, но я, на самом деле, это я отвечала на вопросы, отвечала неискренне, поэтому сама даже захотела, чтобы, ну, получилась вот так вот ровная такая диаграмма. Когда Вы пройдете тест, у Вас будет диаграмма какая-то другая. Ну, большее количество, естественно, будет по какой-то одной роли или, может быть, одинаковое количество, по двум ролям. Ну, а третье, например, будет западать. Так вот, когда Вы узнаете свою роль, доминирующую, которую Вы используете, Вы можете уже постепенно переключаться на другое. Допустим, если Вы хотите чаще выполнять роль взрослого, Вы выполняете роль родителя, и у Вас подчиненные ведут себя как дети, не удивляйтесь, потому что действительно они подстраиваются под родителя и ведут себя так. Вот, то есть они перекладывают на Вас ответственность. Если Вы хотите выйти на уровень взрослого и общаться со своими подчиненными как взрослыми, сначала надо последить за собой и постараться выполнять роль взрослого как можно чаще и требовать того же от других людей. Как это делать, мы с Вами посмотрели, как один из примеров, переключать их полушария, чтобы они тоже выходили на рациональное мышление. Итак, какие же выводы мы с Вами делаем? Необходимо анализировать собственное поведение. Это помогает понять, в каком эго-состоянии и какой роль Вы находитесь в данный момент. Анализируем поведение собеседника. Кстати, это очень интересное упражнение. Прямо попробуйте понаблюдать с другими людьми и определить их роль, в какой роли он в данный момент находится. Понимание состояния дает возможность изменять свое поведение, прежде всего, для достижения поставленной цели и помогает изменить поведение другого человека. Потому что, как правило, другие люди, не зная транзактного анализа, они действуют по наитию, интуитивно, эмоционально. И, естественно, они не понимают вот этих происходящих изменений. А Вы знаете это, и Вы умеете, сможете на это повлиять. Ученые посчитали, что 15% успеха руководителя объясняется его умственным интеллектом, а 85% приходится на долю эмоционального интеллекта. И вот то, о чем мы сейчас говорили с Вами, транзактный анализ, это из серии эмоционального интеллекта. Любому руководителю, в том числе и менеджеру проекта, очень важно понимать окружающих людей, для того, чтобы управлять ими, уметь считывать их состояние, эмоции, предугадывать их поведение, оказывать на них влияние, мотивировать. И если Вам интересна вообще тема мотивирования персонала, управления персоналом эмоционального интеллекта, я Вас приглашаю на наш курс, который называется «Управление командой проекта. Роль и компетенции руководителя проекта». В этом курсе 16 академических часов и ближайшая дата через 2 недели в учебном комплексе Белорусско-Савеловской состоится с 10 часов до 17 часов 10 минут, 2 дня, в течение 2 дней. Можно очно записаться в эту группу, можно по вебинару, так, как Вы сейчас делаете. Обязательно будет запись этих занятий, выложена в личном кабинете. Всего 4 модуля, в том числе будем говорить и про развитие команды, и про мотивирование команды. И если Вы посмотрите «Путеводитель по курсам», то вот здесь находится наш курс. Компетенции, которые Вы сможете добавить в свое резюме после прохождения нашего курса. Вы сможете планировать человеческие ресурсы. Я Вам дам тоже интересные, в том числе психологические инструменты, при помощи которых Вы сможете это делать. Вы сможете выбирать источники технологии привлечения кандидатов в проект, проводить собеседование, используя различные психологические методики и техники. Учитывать модель компетенций менеджера проекта, оценивать уровень развития компетенций своих подчиненных, обучать и развивать их, использовать инструменты и формы мотивирования и оценивать эффективность команды, ну а также развивать свои soft skills. К нам подключилась Анна. Анна, пожалуйста, предоставляю Вам слово. Добрый вечер. Слышно ли меня, подскажите? Что сказать? Прошу. Слышно ли меня? Добрый вечер. Так. Подскажите, слышно ли меня? Да, вас слышно, я вас слышу. Отлично. Добрый вечер. Меня зовут Макагон Анна. Я менеджер по работе с клиентами учебного центра, специалист прием готовы имени Баумана. Еще раз хочу напомнить, что наш ближайший курс управления командой проекта, роль и компетенции руководителя проекта стартует 30 мая. Вы можете заниматься либо в очной группе, либо онлайн по вебинару. На онлайн обучение в данной группе действует скидка 10%. Стоимость составит 17 050 рублей, либо очно можно заниматься за 18 990. Если Вам ближайшая группа не подходит, у нас расписание спланировано на год вперед, поэтому Вы можете ориентироваться. Также предлагаем Вам рассмотреть наши комплексные дипломные программы по данному направлению. Курсы в состав программ заложены со скидкой 30%, поэтому это выгодно. Я направляю Вам сейчас в чат ссылки на наш курс, на дипломную программу, например, руководитель проектного офиса или портфеля проектов и все наши программы по данному направлению. Так... Направилась... Секундочку. Да, видно. У нас можно обучаться в разных форматах. Можно обучаться очно, в открытом формате, в очно-заочном формате, онлайн, либо индивидуально с преподавателем. Отдельно хочу отметить открытое обучение. Это очень удобный формат. Вы обучаетесь в своем собственном темпе по видеозаписям и получаете индивидуальную консультацию от преподавателя. Также хочу обратить Ваше внимание, что каждому слушателю сегодняшнего мастер-класса мы даем возможность получить бесплатную карьерную консультацию. Чтобы ею воспользоваться, вам необходимо любым удобным для вас способом с нами связаться, либо позвонить по телефону, либо по электронной почте и назвать промокод «Иду вперед». Либо можете прямо сейчас заполнить обратную форму на нашем сайте. Я вам также ссылку направляю в чат. В принципе, если у вас есть какие-то вопросы организационные, я с удовольствием на них отвечу. Так, друзья мои, вопросы, пожалуйста, да, обращайтесь. Анна готова ответить. Также оставляю свои контакты все, то есть наши телефоны, почту. Можете писать в WhatsApp, в принципе, любые мессенджеры. На любые вопросы ответим, поможем подобрать программу обучения, сориентируем по стоимости. Только будем рады вас видеть и ждать. Контакты тоже отправила. Да, спасибо. В чате есть контакты. Коллеги, скопируйте, пожалуйста, контактную информацию, потому что она вам может пригодиться. Если не сейчас, то в дальнейшем пусть она у вас сохранится, и вы сможете обратиться к Анне. Поэтому, если вопросов нет, хорошего вечера, друзья. До свидания. Будем вас ждать. Спасибо большое, Анна. Коллеги, если остались вопросы, задавайте. Запись вебинара будет размещена у нас на YouTube-канале. Ссылку я тоже оставлю в презентации. Презентация будет размещена в личном кабинете. Кстати, я уже разместила, можете посмотреть. Адрес моей почты тоже на экране. Извините, вот на экране. И вы можете также мне писать. Всегда рада общению и всегда отвечаю на ваши вопросы. Ну что ж, наше время закончилось. Сейчас как раз 18 часов 45 минут. Я всех благодарю за участие. Желаю всем удачи, успехов. И, конечно же, мы всегда ждем вас в нашем центре.